Ты знаешь, вот у вас есть такая тенденция, она, наверное, здесь складывалась не один год, да? И обязательно надо вот все это плохо сказать, плохо написать. Когда школа-то последняя школа, слава, вы говорите? 60 лет назад. Строится школа на федеральные деньги. Первая часть федеральных денег выдана, и часть объемов работ сделаны. Получали вторую часть федеральных денег. Это не так все просто было. Лично я сама занималась. Решили, деньги пришли, работы возобновились. Теперь в качестве строителей, техника, надо будет работать три смены. Но у нас же люди пишут, что она не была построена. Так она и не должна была быть построена. Она может быть построена только в конце года. Понимаете, да? Поэтому сейчас возобновились работы. И я почему вас попросила, вы хотите сделать это, типа, общество контроля. Я и город попросила. Чем лучше будете контролировать строителей, тем лучше будет. И самое важное, что она строится, будет становится. И когда президент у меня спросил, я ей сказал, Владимир Владимирович, она не может быть еще построена. То, что мы только деньги получили недавно, да? Их нам вернули 440 миллионов. Мы свои добавляем. Но я сейчас не помню, там тоже сумма наша региональная. Теперь уже там должен быть, кто будет директором школы, он уже должен смотреть оборудование. Так, я хочу попросить его, чтобы он поехал в Нижний, там такая же школа построена, она мне очень понравилась. Отдельно классы по-трубую. Отдельно классы для этих ребят, которые начальные, потому что там они должны отдыхать днем, потому что эти детишки еще маленькие. Хороший сбор. То есть такая современная должна быть школа. А у нас не те, просто летницы такие же, с ними там эти бандеровские прихвосты, вместо того, чтобы говорить о том, что сделано, сколько уже дети, школьники. И Алиса говорит, 15-летние дети спрашивают, сколько сделано в области, а почему есть те, кто пишет плохо. Потому что они иностранные агенты, они ничего хорошего не напишут. Поэтому я считаю, что самое главное, что мы начали строить эту школу. И главное, чтобы мы ее завершили.